Журналісти телерадиокомпании «Гомель» принимают уделу другим фестивалям региональных телекомпаний Беларуси и России. Конкурс лепших творческих проектов сегодня протягивается у Минска. С учасными потребованиями до телевизионных проектов ознайомился Олег Синцеров. В этом году организаторы решили провести одночасово одразу два фестиваля документальных фильмов ТЭФИ «Содружность» и региональных телекомпаний. Такое сполучение дает мягчимость организовать еще и свою сабдевую учебу с обменом думками. Причем учеба проходила в достатково широком формате. На одно из посаджений запросили навіть студентов института журналистики. Думка о почних тем больше важна, что у дороги нет своих батьков. Сучасная молодость глядеть телевизор не вельми часто, бадает самый эффективный способ поэлечить колькість клядачов. Максимально активно выкраснувать мягчимость интернету. Тем больше, что тут есть и еще один нюанс. Человек повинен иметь мягчимость глядеть телевизионный продукт в той час, коли я мог это зручно. Моя мама 67 лет, она тоже активный пользователь интернету. И она очень часто многие проекты смотрит по интернету. Вот у нас в Москве огромное количество каналов. Физически иметь столько телевизоров, чтобы смотреть все каналы невозможно. Вот она включила кнопку, что-то посмотрела. Но из того, что она хочет увидеть еще, она посмотрит в интернете чуть позже. Практично все у дзенеки двух фестивалев и тефи «Содружность» и «Вобраз часу» погаджаются. Саправды знаковых программ, якими генерация телеканала сегодня не шмат. При тем, что глядачу у Вогулі постоянно хочется нечего нового. Навод, коли потянуть за кадром проблему финансования рейтинговых проектов, есть шерых інших нюансов, які необходимо уличвать. Члены Академии российского телебачения, керунки отделу специальных проектов ведущих телекомпаний, знакомитые телеведущие, у программе фестивалю их мастер-классам отведено далеко неопочное место. С закрытыми профессионального мастерства делятся люди, які уже стали легендами журналистики. Як знайсти цікавую тему и спонсору для ее реализации, як написать загапляючий сценарий и як при мягчимости окупить затраты. Хоть сказать об значительных прибытках приходится далеко не заусюды, генеральный директор компании «Документалист» і телеведущий Вальдис Пельдж кажа, що некаторі соціально важні проекти прибытку можуть і не приносить, але у любому випадку одну умову необхідно виконувати обов'язково. Телебачення повинна не тільки забувляти для дачу, але й повышать їх інтелектуальну узровень. Радуюсь, коли нам говорят, знаєте, власне, посмотріли ваш фільм, було дуже интересно узнать то, що на самом деле ми не знали, але нам було дуже интересно это узнать. По воздействію це такое же развлечение. Просто оно більш серйозне, оно требує більше ответственности, більше роботи з архівами. Опять же, подчеркну, що історія – це суб'ективна науга, дуже суб'ективна. Але просто ми стараємося в цій суб'ективності вибрати щось лучшее, але наиболее правдиве. Олег Синтеров, Євген Макеенко, телерадио-компанія «Гомель», Зминска.